Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это такой внеочередной выпуск «Мнение дилетанта». Дело в том, что недавно я делал видео о том, почему в нас остался совок. Там про новогодние огоньки на телевидении было. В комментариях к этому видео почему-то очень много людей как-то странно откликнулось на слово «совок». Я понял, что просто многие, видимо, в силу своего возраста, молодости и прочего, не понимают, что такое совок вообще в принципе. Начинают это считать как наезд на Советский Союз. Я, значит, пренебрежительно отзываюсь о прошлом. Поэтому я хочу сделать вот это видео, которое разъясняет, что такое совок. Ну и заодно начать полемику по этому поводу. Хорошо совок или плохо? Может, кому-то нравится. Естественно, я-то негативно к нему отношусь. Но прежде хочу, конечно, отметить постоянно, к любому видео, вообще к любому, найдутся люди, которые начинают обсуждать, ну, что-то не относящееся к вопросу. В данном случае видео было совершенно не про совок, да? Там как бы немножко про другое. Но самые большие споры возникли вот про это как раз определение, про то, как жилось в Советском Союзе. Причем поразительно, что какие-то почему-то положительные комментарии про Советский Союз пишут люди, которые даже не родились при нем. Я-то хотя бы родился и жил при Советском Союзе и могу хоть что-то по собственному опыту говорить. А люди, то есть, например, такой был показательный комментарий. Какой-то чувак пишет, в Советском Союзе даже в дорогом магазине тебя встречали улыбкой. Ну, я так дословно говорю. Тут самое главное, что у него в предложении употреблено дорогой магазин и Советский Союз. То есть человек даже не понимает, насколько это несовместимые понятия. Ну, об этом немножко дальше сейчас будем разбираться. Так вот, я вас прошу, давайте спорить и общаться по теме. Именно по теме, а не уходить куда-то в сторону и придираться к вещам, которые не имеют отношения к тому, что я сейчас буду говорить. Начну, во-первых, с того, что развею мнение многих, мол, я был против Советского Союза. Я как раз, как и Путин тот же самый, считаю, что развал Советского Союза – это большая ошибка. Это, ну, действительно не очень хорошо. В то время, как весь остальной земной шар объединялся, то есть создавался Европейский Союз, другие организации, которые объединяют страны. В это время Советский Союз и наши страны развалились. Проблема здесь, кстати, во многом и тоже вот этот совковый менталитет был. Но самое главное, что экономика, по-моему, зашла в тупик, и многие элиты бывших советских республик единственный выход видели именно в национализме. Ну, не в таком, не в нацизме, естественно, как в свое время в Германии. Но многим казалось, что у тебя становится независимая страна, и у тебя сразу все проблемы решаются внезапно. Хотя это, наоборот, создало еще больше проблем и так далее, и так далее. Но в развале Советского Союза не виноваты национальности, а виноваты те правители, которые им управляли. И, кстати, опять же, я ухожу немножко в сторону. Но многие почему-то считают Горбачева, просто именно при нем развалился Советский Союз. По-моему, этот человек как раз пытался хоть как-то его сохранить. И заслуга Михаила Сергеевича именно в том, что распад страны произошел без массового кровопролития. Да, были там определенные войны, но все-таки более-менее, слава богу, спокойно это все произошло. А развал, по-моему, был неизбежен, начиная еще с Брежневской эпохи, когда пошли вот по этому пути на сырьевом придатке. В общем, я в сторону отклоняюсь, просто хочу немножко объяснить свою позицию. Что я все-таки считаю Советский Союз как географическая страна, не как идея, не как политический строй, а именно как географическая страна. Это был замечательный проект, и очень жаль, что он закончился. И, кстати, к нему уже не вернуться, потому что слишком много времени прошло, и совершенно другие люди сейчас, и совершенно другие идеи витают в воздухе. Но я как к стране Советскому Союзу отношусь положительно. И я считаю, что очень плохо, что он развалился. И вот тут смысл в том, что Совком Советский Союз никогда не называли. Это вот нынешняя какая-то, последние лет 10 заменилась. Пренебрежительное название Советского Союза было Совдепия. Почему-то многие об этом не поняли. А Совком назывался именно менталитет. Вот так Совок – это по отношению к человеку говорится. Что человек себя ведет как Совок. А Советский Союз – вот такая ликбез. Пренебрежительное. Совдепия. Это еще пошло от белых плакатов, белого движения начала 20 века. Потому что Совдеп – это совет депутатов. Пренебрежительно беляки называли Советский Союз. Тогда еще даже Советского Союза не было. Еще Россия. Россию Совдепией. Типа такое пренебрежительное. И вот это пренебрежительное отношение к Советскому Союзу. Совдепия. И я еще помню, как это так называлось. А Совок – это именно человек. Это, ну, конкретно сказать, кто придумал слово Совок, невозможно. Я считаю, что это народное. И когда народная придумка подразумевает, что это в нескольких местах, много людей к этому пришло, и оно так ушло в народ. Так вообще считается, что это от Homo советicus пошло. Так Ильф и Петров еще, по-моему, в одноэтажной Америке обращались к советскому человеку. Но Homo советicus тогда звучит гордо, новый тип человека. А потом вот в конце 80-х, знаете, комок, коммерческий киоск, да. Комок, совок, вот оттуда все. Так что не путайте. Совком не страну называют, а человека. Сейчас, в нынешние времена, модно ничего не знать. И просто фашизмом называть то, что не относится к фашизму никак. Совком называть то же самое. Ну так вот, все-таки, что такое совок вообще, в принципе? Совком называют все наиболее негативные проявления образа жизни и мышления, присущие гражданам Советского Союза. Именно негативные. А не просто вообще всех граждан Советского Союза. То мне пишут, у тебя родители жили при Советском Союзе, бабушка и дедушка, а ты их совком называешь? Это вообще, кстати, тоже очень классный прием. Наезжать на кого-то, используя несопоставимые понятия в принципе. И считая это как аргументом в споре за свое мнение. Так вот, какие же эти негативные проявления? Во-первых, патернализм. Ну, кто не в курсе, что такое патернализм? Это от иностранного, по-моему, от латинского слова paternus. Имеется в виду отец. То есть, когда ты маленький мальчик, ну или не маленький, подросток, и отец контролирует все, что ты делаешь. Тебе выдает иногда денежку, когда ты неправильно себя ведешь, наоборот, наказывает. Когда государство точно так же ведет себя по отношению к человеку, называется патерналистским государством. В Советском Союзе именно такое государство и было. Когда ты ведешь себя правильно, государство тебя хвалит, дает тебе какую-то зарплату, позволяет более-менее существовать. Когда ты начинал там возмущаться, критиковать и прочее, тебя добрый папочка наказывал. В принципе, точно такая же модель поведения государства, присущая нынешним России, Беларуси. В Беларуси это вообще ярко выражено за счет того, что у нас Александра Григорьевича батькой называют. То есть, прям конкретно так. Но все-таки в данном случае хоть какие-то рычаги управления государством оставлены в виде выборов. В Советском Союзе были выборы, кстати, тоже мало кто помнит из нынешнего поколения и знает. Но они безальтернативными были абсолютно. То есть, тех, кого назначали, те и проходили. Во многом, кстати, это и сейчас есть. Ну, опять же, не так ярко выражены. Но все равно к этому все идет. Простым людям просто не дано было управлять государством. Ни напрямую, ни через выборы. Никак. Поэтому создавалась огромная дистанция между правителями и самим народом. Причем эти правители показывались нам в виде таких мудрых дядюжек, или тех же папочек, или дедушек. Такой ореол заботливых вождей о народе. Отсюда и культ личности проистекал. У человека создавалось ощущение, что от него ничего не зависит. Добрый папочка, тот самый патернализм, его обеспечит. Счастливое будущее. А те, кто вокруг против этого выступают, те враги народа. Раскачивают эту лодку. Сейчас же у нас стабильность. А ты там критикуешь что-то, заставляешь что-то менять. А вдруг это будет плохо? А сейчас же все хорошо. Зачем менять? При этом, если что-то негативное в стране происходит, то виноваты не правители, а какие-то, ну, либо пятая колонна, либо, знаете, такие руководители среднего звена, которые не докладывают наверх. Это вот, опять же, параллель с поведением в семье. Папа, например, не уследил за оплатой счета за электроэнергию. В квартире отключили электричество. Или даже не уследил, а не заработал денег. Забухал и отключили электричество. И он будет внушать сыну, что не он виноват, а злые коммунальщики, которые вместо того, чтобы войти в положение, отключают всему свет. То есть папа хороший, а коммунальщики плохие. Это анекдот, знаете, еще старый с бородой подорожала водка. Папа, ты теперь будешь меньше пить. Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть. На самом же деле, любой человек, здравомыслящий, без совкового сознания, должен постоянно критиковать людей, которые находятся у власти. Это нормальное состояние. Причем даже если вы за них, даже если вы за них собираетесь голосовать, если вы за них голосовали и выбрали. Критика власти – это нормальное состояние. Даже если вы поддерживаете в общем то, что происходит в стране. Потому что вы этим людям делегируете управление вашей жизнью. Это не то же самое, что пойти в магазин купить сыр, и вам там кассирша нахамит. Не то же самое с этими, блин, новогодними огоньками, когда вам показывают то, что вам не нравится. У вас есть выбор, а страну вы поменять не можете. Если вы выбираете каких-то людей на руководящей должности, а я считаю, что вообще все руководящие должности должны быть выборными, то есть выборов должно быть как можно больше, то вы обязаны за ними следить, что они делают, и их критиковать постоянно. Вот это не совковое сознание. Дальше. Следующий признак. Незнание законов и отношение к закону как к Фелькиной грамоте. Большинство считает, что закон это одно, а реальная жизнь совершенно другое. Обратите внимание, когда во многих местах, когда споришь по поводу того, что сейчас происходит в стране, и говоришь, вот есть такой-то закон, прочее, пятое-десятое, и тебе на это отвечают, слушай, что ты со своими законами? В жизни все совершенно не так. А началось все это в Советском Союзе, знаете, с чего? С пропаганды обычной, потому что людям говорили о том, как хорошо в стране советской жить, а человек выглядывал в окно, ходил по улице и видел совершенно другое. Рассказывали, что там воровать нехорошо, при этом воровали практически все. От директора завода, ну так масштаб немножко разные были, до обычного слесаря, который там всякие гайки с завода нес, чтобы у себя дома их сохранить. Причем воровали именно продукции, скорее, то есть вещами, а не деньгами, потому что на деньги, на самом деле, опять же, в Советском... Ну, я немножко чуть дальше пойдем. Ничего классного купить невозможно было. А вот бартер всяческий, очень даже работал. Вы понимаете, я уверен, что у меня в комментариях напишут кучу людей, типа я придумываю вот это вот, я живу, рассказываю не по своему уму, а начитавшись всякой, всяких негативных отзывов о Советском Союзе. Ребята, я объясняю, я при этом жил, да вы... Понимаете, есть даже куча фильмов известных советских, это показывают. Например, вот с Куравлевым «Ты мне, я тебе». Да блин, опять же, а фоню того же посмотрите. То есть это комедия. Причем, имейте в виду, это еще все очень сглажено, типа, чтобы показывать по экрану. На экране большом. На самом деле, все намного более пышным цветом. Вот эта вся система воровства и замены там на импортные. Да вы сами вдумайтесь. Ну ладно, блин, это я от закона ушел немножко. Я еще потом про экономику чуть позже скажу. Вот этот правовой нигилизм привел к тому, что была романтизирована зона, тюрьма, потому что появилась такая фигня, как жизнь по понятиям. Потому что воровские законы, тюремные, оказались во многом более справедливыми, чем советские законы. И с тех вот пор в нас живет вот это, что закон это одно, а справедливость это типа другое. Хотя на самом деле, сейчас и в России многие законы приняты нормальные. Если бы они работали, действительно, было бы намного лучше. Но вот эта совковость, вот это сознание совковое, в большинстве из нас живет, и мы продолжаем не исполнять эти законы. И на самом деле, опять же, в этом виновата власть. Потому что, чтобы законы обычными людьми исполнялись, надо, чтобы власть показывала пример исполнения этих законов. Когда любой человек видит, что можно своровать миллиарды, и тебе за это ничего не будет, прям конкретно вообще ничего не будет, то и он начинает там воровать 10 тысяч и справедливо, совершенно справедливо считает, живя по понятиям, опять же, что это все нормально. И когда человек обращается в полицию, например, по каким-то проблемам, а потом сам может стать виноватым, то, естественно, никакого доверия к закону и к государству не появляется. И, например, одна из огромнейших положительных черт западных государств именно в том, что там люди считают государство своим защитником. И поэтому они там не стесняются обращаться в полицию по любому поводу. У нас почему-то считается, что там люди-стукачи, мол, нет, они там не стукачи, они именно так решают свои проблемы. У нас же, если с соседом у тебя, ну там, сосед тебя подпер, например, или что-то сделал, у нас считается, если ты обратишься в полицию, это не по-соседски, надо решить спокойно с соседом поговорив. Замечательно, если бы сосед тоже был вменяемый. Тьфу-тьфу-тьфу, мне это, слава богу, повезло с соседями. То есть, государство должно работать в симбиозе с гражданами, государство не должно отделяться. Люди должны понимать, что они вот выбрали этих людей, и они с ними вместе работают над тем, чтобы жить было лучше. Отсюда идет следующая проблема, связанная с совковым сознанием, это агрессивность и озлобленность. Обратите внимание, вообще, по любому спору, если есть две разных точки зрения, то всегда найдется тот, кто начинает оскорблять оппонента, наезжать на него, скатываться в мат. Причем, это вообще не важно, типа, либерал ты, коммунист, это вот именно совковое сознание, это не важно, к каким идеям вы относитесь. Просто люди по-другому в Советском Союзе обычно проблемы решать не могли. Такие же, такое же решение проблем они потом приносили в семью, росли дети, глядя на то, как родители между собой общаются с другими людьми и точно так же начинают общаться. То есть, я к тому, что вот это совковое сознание, оно так быстро не уходит. Нынешняя молодежь вполне точно такая же. А откуда это идет? Почему это произошло? Потому что другой весь мир, остальной западный, развивался по рыночным законам, о том, что я вам говорил в прошлом видео. Если тебе что-то не нравится, ты это не покупаешь, ты на это не тратишь деньги. И это что-то потом загибается. Либо не загибается, если есть люди другие, которым это нравится. В Советском же Союзе всего было по одному, грубо говоря. У вас рядом был всего один магазин, например. Или один дом быта, или одна швейная мастерская. Даже рядом швейная мастерская, рядом. А если бы она рядом была, то еще говорю рядом. Вообще, в принципе, какой-то там, в одном виде. Вы можете туда не ходить и загнуться с голоду, например. У вас нет выбора, где починить обувь. А в Советском Союзе обувь чинили, они покупали новую. Потому что, во-первых, не так много денег было. А во-вторых, очень сложно было найти себе удобную обувь. По размеру было сложно найти разную одежду и так далее. Ну, опять же, к этому еще дальше перейду. И вот вы приходите в магазин, и там продаются одни гнилые овощи, например. Наверное, мне тоже в комментариях напишут, что в советских магазинах только классные продукты покупали, продавали. Да ладно классные, просто обычные. Кто жил в Советском Союзе на всю жизнь запомнит запах овощного магазина? А были отдельно овощные магазины. Я вот помню, например, в Минске, кто вот у меня из Минчан, кто помнит овощной магазин, который был на пересечении Сурганова и Кубоколоса, вот там, где сейчас общага Бугуировская. Вот если ехать на транспорте в сторону проспекта на остановке, там в небольшом потом таком трехэтажном или двухэтажном желтом доме был овощной магазин. О, я на всю жизнь этот магазин помню. Какой там был запах, вот эти поддоны с гнилой капустой в них валяющихся, картошках и прочим. А у тебя нету выбора. Тебе негде больше купить эти овощи. Ну можешь еще на рынок поехать. У нас там, благо, рядом Комаровский рынок, например. И единственное, как ты можешь добиться к себе нормального отношения, обычного отношения, даже не хорошего, а обычного отношения, не как к говну. Это поругаться с продавщицей, понимаете, вытребовать себе там со склада нормальную капусту. Блин, капусту из-за капусты, вы понимаете, люди? И это во всем вот так вот происходило. Ты ругаешься, требуя к себе такого отношения, нормального. Но это здесь ты потребитель, а в другом-то месте ты предоставлял услуги у себя на работе. Там ты точно так же ругался, чтобы тебе меньше работать заставляли. При том, что в СССР реально не было безработицы, ну, тебя и не уволить не могли нормально. Опять же, посмотрите, того же Афонь, блин. Посмотрите, как человек, практически ни хрена не делая, только саботируя работу и на самом деле делая все только хуже, все равно на работе остается, его там что-то песочат, какие-то товарческие суды проходят. И этот человек потом ходил и оказывал услуги другим. И это еще сглажено, еще раз повторю. Но в плане предоставления услуг, слава богу, совок постепенно уходит. Вот можно зайти в любой ресторан нынешний, там уже официанты нормально, более-менее общаются. Потому что сфера обслуживания, в принципе, она работает в симбиозе с потребителем. Если официант с тобой вежливо общается, то и тебе хочется с ним нормально общаться. Никто не считает, что кто-то кому-то должен. Мне не понравится в этой пиццерии или фастфуде, я могу в другой пойти. Выбор огромен. И тут уже главным становится все-таки потребитель. А в Советском Союзе главным был продавец. Более того, я вам больше скажу, мясники были одними из самых привилегированных классов в СССР. потому что он отрубал самые филейные части на туши, мог там своим продавцам оставить, а на прилавок выкидывалась всякая фигня. А самое хорошее придерживалось, потом распределялось за какие-нибудь другие блага, поменять на импортные сигареты и прочее, прочее. И вот это естественный отбор, когда ты в очереди, чтобы получить лучший кусок, вынужден ругаться с другими людьми. То есть важна наглость, напор, агрессивность. И вот тот, кто это имел, тот и жил лучше. И это вот пестовалось в людях и поощрялось. В то время, как в западном обществе рыночные отношения и выгодно быть вежливым, доброжелательным, тактичным. Это просто, ну, мало того, что выгодно, это просто приятно даже. И мне вот, кстати, непонятны всякие эти мемасики по поводу того, что там русский человек нигде не пропадет, потому что вот он такой агрессивное быдло. Любой человек с интеллектом нигде не пропадет. Неважно, он агрессивное быдло, вежливый или нет. Блин. В итоге, обратите внимание, что советского человека в мире видно везде. Просто по выражению лица вот этого хмурого, настороженного, когда ты ожидаешь с любой стороны каких-то проблем. И готов в любой момент включить агрессивность, чтобы вытребовать себе кусок получше. Следующий признак совковости это ксенофобия. Кто не в курсе слова ксенофобия, это боязнь всего непривычного, нового, чужого и незнакомого. Вот так. А идет это все из советского коллективизма, когда один человек ничто, а коллектив вместе это все. Любое выпячивание из коллектива сразу преследовалось. Все ходят с троем, грубо говоря, одеваются в одинаково серое. Вы найдите любые фотографии Советского Союза, там 70-ки, вот уличные фотографии, самые обычные. Посмотрите, как люди одеты. Я не говорю о том, что покрой одежды никакой в принципе. Просто вот цвета даже одежды, серые и коричневые. В этом плане еще можете посмотреть фильм «Стиляги», как вообще гнобились любые проявления желания людей как-то выделяться. Просто по-другому одеваться и слушать музыку, представляете? И это все распространялось не только на одежду, это там на науку, на литературу, на кинематограф, на все что угодно. Казалось бы, подумаешь, оденешь какую-то рубаху, что тут такого? И, кстати, по нынешним временам действительно это показывает, что это никак не влияет, слава богу. Человек может ярко одеваться, но при этом внутри быть пустышкой. Что, блин, вполне логично и нормально. Человек носит такую одежду, такие прически, которые ему нравятся и делают его счастливым, если хотите. Нет, в Советском Союзе сегодня ты одел джинсы, завтра ты продал родину. То есть, это не какие-то мои придумки, это так было. Контролировались прически, нельзя было длинные волосы в школе, то есть, не в армии, а в школе носить длинные, блин, и на работу нельзя было длинные волосы носить, размер юбок и так далее, и так далее. И вы меня спросите, так, блин, сейчас же ничего такого нету, как вот эта ксенофобия в нынешнем мире влияет на совковое сознание. Да очень просто, любая нетерпимость к чужому мнению и к проявлениям чего-то нового, это и есть совок, это и есть та самая ксенофобия. Нападки на геев, на эмо, на панков, на неправославных, на атеистов и прочее, прочее. Вы понимаете, никто вас не заставляет любить геев, но я уверен, что большинство из вас, моих зрителей, те, кто к гомосексуалистам относится негативно, никогда в жизни не пойдет на улицу или не начнет даже не бить морду, а просто даже что-то говорить, гомосексуалисту, если он его встретит и будет знать, потому что это, что вы нормальный человек, а совку надо вот высказаться будет, понимаете. Ну ладно, хорошо, геи такая, блин, острая тема, а вот эти ребята, типа, НТО, да, православные террористы, блин, которые нападают на выставки и прочее, типичный совок, вот это, это и есть ксенофобия, но отсюда идет еще и пренебрежение к человеческой жизни. Опять же, корнями уходит тот же коллективизм, что общественные интересы превалируют над частными, все ради одной общей, большой, великой цели. Поэтому вот в СССР культивировалась жертвенность единиц ради масс. И это, кстати, результат авторитарности власти в Советском Союзе. Вот обратите внимание, насколько разное отношение было к дебильным войнам в США, я там называю дебильной войной вьетнамский конфликт, когда вообще бессмысленно США отправляла своих людей на убой, и дебильная война в Советском Союзе Афганистан. Помните какие-нибудь манифестации против Афганистана в Советском Союзе? Ну, только там в конце 80-х, когда уже там перестройка, гласность началась и все. В США же это было постоянно, потому что в западном мире граждане являются избирателями, то бишь источником власти, и, соответственно, люди у власти считаются с их мнением, а в Советском Союзе власть была авторитарна, то бишь люди являются только рабочей силой и мясом. Вот, собственно, несколько признаков, я еще не все описал, тут можно говорить очень долго, но такие самые основные, я даже вот пока говорил, специально выписывал себе несколько признаков, по которым можно определить совковое сознание. Патернализм, правовой нигилизм, озлобленность, агрессивность, ксенофобия и пренебрежение человеческой жизнью. Пожалуйста, если несколько из этих признаков соответствуют вашему поведению в жизни, поздравляю, вы совок, собственно. И вот это совковое сознание привело и к распаду Советского Союза, и сейчас очень-очень негативно действует на сознание людей в России, в Беларуси, и, по-моему, не позволяет дальше двигаться и нормально развиваться. Что вот из этих параметров вообще может быть положительным? Как вы можете оправдать любое из этих проявления? Мне прям даже интересно. Я уже не говорю о том, что оправдывать при подобном поведении жизнь в Советском Союзе. Поэтому, ребята, совок это плохо. Не стоит считать, что я каким-то образом кого-то оскорбляю. Кстати, тут еще можно, но это уже в каком-нибудь другом видео по поводу толерантности поговорить. Мне очень нравится, что в основном на меня наезжали люди по поводу использования слова совка именно те, которые выступают против толерантности. Ну, это, знаете, вот это лицемерие, это обычное дело в любых спорах. Толерантность это уважение чьего-то мнения, а не затыкание рта. Я, не считаю, что вот то, что перекос на Западе, который происходит, типа уважение чувств мусульман и прочего, что это какое-то имеет отношение к толерантности. Ну, это, ладно, об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим. В общем, надеюсь, я смог донести для тех, кто не понимал, что такое совок, свое мнение. Блин, это не мое мнение, это общее мнение о том, что такое совок. И что быть совком это плохо. Но, тем не менее, давайте, жду в комментариях ваших возмущений по этому поводу и дизлайков видео. Если вы поставите дизлайк, то, конечно, совок куда-то денется. И мы все станем классными ребятами и жить станет лучше. Собственно, как и если лайк вы поставите. Первый путь к изменению своего поведения, себя, это вообще осознать, что ты что-то делаешь неправильно. Я попробовал показать, почему совком быть неправильным. Надеюсь, получилось. Надеюсь, потому что видео какое-то такое долгое, в основном разговоры, возможно, стоило это в более таком кратком формате гайда что ли сделать. Но тут проблема в том, что сам термин такой совок он предполагает общение, спор. Невозможно это преподносить как аксиома. Вы видели и слышали Лешу Халецкого и внезапно играйте в умные игры. Пока. Продолжение следует...